У каждого человека в жизни есть свой экстрим. Некоторые люди, чтобы пощекотать себе нервы, прыгают с парашютом. Некоторые плавают с акулами. А я... я просто женился на Тане. Нет у них бутылочек для кормления. Тоже у меня магазин для детей. Так, поехали. У нас дельфиненки купим. Поехали. Поехали. Тань! Чего? Чего? Ты опять ширинкой пристегнулся? Ну я тебе говорю каждый раз, не торопись, не торопись. Тань, ты что, опять беременна? Блин, Тань, ну как так-то? Да ну, договариваешься. Сначала ипотеку выплатить, потом ремонт сделать, и потом только о втором подумать. Подумать, Тань, а не сразу рожать. Ты что, ты смеешься-то? Блин, ты понимаешь, когда мы теперь отдыхать полетим? Когда вот этот вот ребенок в армию пойдет? Причем именно в армию, потому что институт двоим я не подтяну. Ты все, успокойся, я не беременна. Это Алешин тест. Чего? Я этот тест сделал, когда Алешка забеременела. Потом на память оставила вместе с Биркой из роддома и снимком УЗИ. В одной папочке. А чего он на столе лежит? Потому что я всю папку достала, чтобы найти телефон Гарри Михайловича. Кого? Врач, который у меня роды принимал. У него сегодня день рождения, надо позвонить, поздравить. Ну, это же ж ничего, человек нам. Слушай, Тань, ты, конечно, умеешь. Сейчас его день рождения, чуть с моим инфарктом не совпал. Не разбрасывайся такими вещами, что ли. Не гигиенично вообще? Саш, подожди, а кому я кофе варила? Спасибо, Тань, ты меня уже взбодрила. Уснуть бы сегодня. Так, господа, ну-ка, давайте заканчиваем курить и возвращаемся. Придурок хочет сделать какое-то объявление, давайте. Никуда возвращаться не надо. Придурок уже все здесь сказал. Вот прямо, потом поворачиваешь направо, потом чуть-чуть левее, потом разворачиваешься, вот, и все, стоп. Все, стоп. Лель, ты что делаешь? Да я Гуша дорогу объясняла. Блин, я думала, ты мне парковаться помогаешь. Раз в полгода Лиля открывала в себе очередной талант. Естественно, первой о новом таланте узнавала я. Короче, я за ночь пять штук таких сделала. Сегодня еще ночь посижу, сережки сделаю, ну, чтобы комплект был. И можно продавать. Нравится? Очень. И на повседневку носить, и на выход можно. А что это за камень? Агат? Фасоль. Молодец, Лилька. Если будут покупать, отлично. Если нет, с голоду все равно не умрешь. Хорошо, я тебе на день рождения тоже такие сделаю. Ой, хорошо, что напомнила. Надо врача с днем рождения поздравить. А какого врача? Гинеколога, который у меня роды принимал. Ага. На вашем счете недостаточный средств для совершения звонка. Блин, Сергеев, как всегда. Пятьсот ему жалко, а пост он только после обеда разменяет. Ну, не можно с твоей позвоночник? Ну, конечно. Центр акушерства и сопровождения беременности. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно Гарри Михайловича? Он сейчас не может подойти. Как только он освободится, мы вам перезвоним. Угу. Не может подойти. Так они, походу, с утра отмечать сели. Раз он к часу дня не может подойти. Да нет, он на родах. Ладно, потом поздравлю. Давайте, посмотри еще. Ты хорошая. Алло, Танечка. Да, я сегодня, наверное, задержусь на работе на полчасика. Опять из-за твоих отчетов? Нет, нет, нет. Сегодня из-за твоих голубцов. Да, да, давай. Да пропустите меня, пожалуйста. Мне ребенка там надо забрать. Говорю же, нет. Приказ администрации. Детей братьям не давать. Только родителям. Давай, пацан, иди домой. Я, я... Так, а что здесь происходит? Ничего, женщина. Вы за ребенком? Угу. Ну вот и проходите. Я тебе что сказал? Иди домой за родителями. Я тебя все равно не пущу. Женщина, проходим. А? Так, а ты давай и быстро. Чем быстрее сходишь за родителем, тем быстрее ребенка получится. Давай. Блин, капец. Пол пятого уже. Чего так долго-то? Опять с Таней весь шкаф на себя перемирили. Да, представь себе, весь шкаф. Потому что у Тани есть свой собственный шкаф. А у меня что? Два стула и все двери в квартире. Понятно. Может быть, винишко? Нет, вина я не хочу. Мне что-то тошнит весь день. Съела у Тани эту запеканку из кабачков. Фу. Тогда давай текилку, чтобы обезвредить твою запеканку. Ковский, ты когда повзрослеешь? Нет, не хочу ничего. Хочу только воду минеральную без газа с лимоном. И пойду выйду в дамскую комнату. Ну? Вас беспокоит центр акушерства и сопровождение беременности. Доктор освободился. Могу соединить. Какой такой доктор? Акушер-гинеколог. Слушайте, а вы номером не ошиблись? Молодой человек, сегодня с этого номера звонила девушка и просила соединить с акушером-гинекологом. Вы будете говорить или нет? Нет, вина я не хочу. Мне что-то тошнит весь день. Когда повзрослеешь. Молодой человек, чего вы молчите? Доктор освободился, он ждет. Вас соединять или нет? Нет, не-не-не-не, спасибо, мы вам сами перезвоним. Вот же, свиньи опять мусор выставили. Ну неужели нельзя вот так вот сразу сделать? Фига себе. Блин, ну и район, а. На две минуты продукт оставил. По статистике, треть своей жизни человек проводит во сне. Так вот, с тех пор, как я женился, еще одну треть своей жизни я точно проводил в магазинах. Да сколько можно уже? Ну я три часа уже жду. Мы вообще зашли сюда только помериться. А ты уже полдня в этой примерочной. Короче так, если ты сейчас не выходишь, я иду домой. Это за мной. Сашуля, милый. Все, я уже все померила, идем. О, Тань, смотри какая акция. Три банки по цене одной. Давай возьмем. Нет, Саш, мы это брать не будем. Да ну почему? Потому что ты это на Алешкином рисунке распечатал. Таня, если я умру, выходи, пожалуйста, замуж. Я тебе разрешаю. Одна только просьба у меня будет. Пусть он Лешку правильно воспитает. Ты что, надоел? Не хочешь, не ешь. Нормальный борщ. Заснул. Отлично. Ну что, поиграем в начальника и подчиненного? Хорошо. Раздавайте роли, господин режиссер. Так, ну-ка, иди садись. Иди. Значит так, я буду твоим директором, а ты, ты мой менеджер. Вот мой отчет. Сиди, проверяй. Угу. Так, Сергеева, вы подготовили отчеты? Да, конечно, Александр Сильвестрович. Так, значит, вот здесь у вас все неправильно. Правда? Да, да, да. А вот тут цифры не сходятся. Ой-ой-ой, какая же я невнимательная. А вот здесь, вот здесь? Одну секундочку. А вот здесь? А вот здесь, я кажется, реально накосячил. Так, давай, давай потом доиграем. Как? Саша, поменяй Лешке подгузник. Не надо, Леша, подгузник менять. Извини. Саш, а тебе в салат сметану или майонез? Давай майонез. А у нас только сметана. Зачем тогда спрашивала? Ну, ты же всегда зачем-то спрашиваешь. Танюш, а ты сегодня как хочешь. Так, Сергей, хватит, но я грудь пялится. Глаза сейчас выпадут. Ты, 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 ты что такое говоришь? Ты что, никуда я не пялюсь? Просто на дорожке бегаю. Да? Ага. Тогда, может быть, ты ее включишь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Можно. Саша, смотри, вот ты вечно так машину завел, сразу поехал. Но с тобой уже ничего не случится, если ты потратишь несколько минут, чтобы машина прогрелась. Ладно, Тань, я понял, понял. А позавчера, ну а что, тебе что не понравилось? С 10 утра мой друг Гоша обычно спит. Но 7 раз подряд нажать плечом кнопку вызов, он вряд ли бы смог. Гоша, блин, ты что названиваешь? Я на совещании с генеральным, чтобы мне сейчас выговор не влепили, мне опять придется врать, что у меня кто-то умер. Саня, это очень срочно, я внизу, спустись, пожалуйста, а то меня ваш терминатор не пускает. Правильно делает. Буду через 10 минут. Лиля? Беременна. Да. Нет, Гоша, я тебе денег не дам. Сволочь. Ты бы хоть что-нибудь новенькое придумал. Саня, ты что, вот так просто уйдешь, да? Конечно. У тебя вообще совесть есть? Ты когда у меня последний раз деньги под Лилину беременность занимал, ты себе вообще кеды купил. Вот эти, кстати. Саня, да она реально беременна. Знаешь, я случайно узнал. Гинеколог позвонил, а я трубку взял. Нет, ты прикинь, я скоро отцом буду, а она мне даже слова не говорит. Ты что, серьезно, что ли? Клянусь, Саня. Ну, блин, поздравляю. Добро пожаловать в клуб, папашка. Спасибо. Займешь? Конечно, да. Я надеюсь, не на билет? Да не, нет, ты что. Просто я хочу Лилечке предложение сделать. Ресторан, шампанское, кольцо, скрипач. Слушай, может быть, это... Давай лучше без скрипача. Нет, я не против романтики, просто я знаю, как ты деньги отдаешь. Ладно, только на свадьбу? Нормально подарите. Конечно. У нас, кстати, есть сервиз замечательный, не распакованный еще. Нам его одни друзья подарили. Алло, Сергеев, да почему сотовый не берешь? Я уже устала названивать. Короче, Лешка уже почти всю бумагу изрисовал. Укради сегодня с работы еще одну пачку, ладно? А, Татьяна, вообще-то это начальник Саши Вячеслав Григорьевич. Ой, да ладно тебе, шутник. Я почти поверила. Ладно, давай, пока. Да бред какой-то. Блин, ей же нельзя пить. Официант, унесите шампанское. Какой шикарный ресторан. Я сначала подумала, что и адрес перепутала. Надо же. Стул. И такой галантный. Скажи мне честно, ты меня сюда позвал, чтобы бросить? Смотри, я и при людях могу устроить скандал. Что ты, что ты, Лилечка? Я просто хочу за тобой поухаживать. О, здорово, Альберт. О, Санюк, здорово. Слушай, короче, как раз хотел тебе позвонить. Представляешь, мне там завтра твоя помощь нужна, в общем. Нужно старый шкафчик помочь вытащить. Это ерунда, без вопросов. Конечно, помогу. Что, правда? Да, конечно, помогу. Саня, ты чего? Спасибо, спасибо. Ну, тогда только вот так вот. Договорились? Гош, да не нервничай ты так. Если у тебя не хватит, я добавлю. Если хочешь, мы можем счет пополам оплатить. Нет, нет, нет. Я угощаю. Я же мужчина. А может, тогда вина? Нет. Ну, в смысле, да. Можно. Но полбокатчика в честь праздника. Привет, Танюш. Привет, Сашка. Чего молчала? Почему весь день ничего не говорила? Сашка, да я не хотела. Просто как-то все быстро. Я на секунду отвернулась суп помешать. Смотрю, Алешка уже все твои джинсы зарисовал. Таня, какой суп, какие джинсы? Лиля беременна. Ой, а ты типа не знала? Саш, не выдумывай. Если бы Лилька забеременела, она бы мне сразу сказала. Тем более, мы сегодня виделись. Она никому не сказала. Даже Гоша случайно узнала. Как? Сегодня Лили на телефон позвонили с Центра сопровождения беременности. Гоша поднял трубку. И там ему сказали, что Лиля сегодня днем звонила, просила соединить с врачом. Понимаешь? Это я с Лилиного телефона туда звонила, чтобы нашего доктора поздравить. Так, погоди, то есть это тебе на Лилин телефон перезвонили? Офигеть. Офигеть, надо Гошу срочно позвонить. А то он уже предложение Лильке собрался делать. Так, стоп, дай сюда. Никто никуда звонить не будет. Ты чего? Лиля этого предложения три года ждет. Я тебе не дам все испортить. Таня, подожди, это, по-моему, как-то нечестно. Ничего не знаю. Она моя подруга, это ее мечта. Даже не думай, я тебе не дам позвонить. Ну да. Тань, смотри, Лешка, нож схватил. Где? Ва! Сергей! Сергеев, стоять! Нет! Сергеев, так! Сергеев, открой, не вздумай звонить. Нет, Гоша мой друг! Твой друг, да? Так, Сергеев, нет! Значит так, Сергеев, месяц без секса будешь, понял? Месяц без секса! Дорогая моя Лилечка, когда я смотрю в твои глаза, мне становится так хорошо и так тепло, и мне не скучно с тобой. Ну, в смысле, мне с тобой никогда не бывает скучно. Можно я сяду? Да, садись. Нет, лучше встань. Сейчас. Прости. Я занят, перезвоню. Гоша, Гоша, стой, это очень важно, слышишь? Лиля не беременна. Не беременна, Лиля, я тебе говорю. Это Таня с ее телефона своего врача поздравляла. Вот тебе и перезвонили, Гоша. Сергеев, не вздумай. Позвонишь, у тебя секса год не будет. Да? А, ну, спасибо, Сань, что предупредил. А, на чем это мы остановились? Я хотел подарить тебе кольцо. Вот это обыкновенное кольцо. Обычное колечко. Гош, успокойся. Я все понимаю. Ты очень хороший. Я знаю, что ты ценишь свободу. Я понимаю, что ты затратился на кольцо, на этот ресторан. Но если ты не хочешь делать продолжение сейчас, то не надо. Я подожду, пока ты не примешь это серьезное решение. Выходи за меня замуж. Я согласна. Простите, Сильвестр Андреевич, я не знаю, как так получилось. Я просто моргнул. Ты уволен. Давайте знакомиться. Меня зовут Сильвестр. А меня Арнольд. Следующий. А почему вы в анкете ничего не написали? Я не умею писать. А почему уволили с предыдущего места работы? Ты купи, хозяина. Что с рукой? Протез. Кого вы охраняли до меня? Автостоянку в Четаново. Вы мне нравитесь. Следующий. Там 250 машин было. Ни одного угона.